Борисец. Забыла, как они говорят. Борисец, Борисец. Борисец говорит. Я приехала сюда в 70-м году. Замуж вышла. Жила в Ереване. Ой, он там в армии служил. Познакомились на танцплощадке. И любовь. Все. Борисец приехала в Ереван. Никого не слушала? Приехала в Ереван. Ой, было все хорошо. А сейчас тоже неплохо. Одни женщины у нас работали. В закройных цехах там мужчины. А у нас по пошиву мужской костюм, брюки и пейджак. Мы работали по пошиву мужского костюма. Детский, дошкольный. И школьный. Здесь мне пришлось работать. Говорят, надо молодых только. Так что я привезли сюда в меня. Я уже не работаю. Только убираю здесь помещение. Работала водителем троллейбуса 30 лет. В первом парке троллейбусном. Хорошая работа. И так относились. Хоть мужчин много в парке работает. Нас мало там женщин работало, но... Я привыкла, так гоняла. О, за мной никто гнаться не мог. Маленькая, но шустрая. Ну вот, мою и отдыхаю, и все. По сеть занимаю. Поет горбонь. Поет девчата. Стою одна до схода дня. Я расскажу березке, как подружке, что нет любви хорошей у меня. Я вот посижу. А то я немного устала. У меня муж аварий сделал, разбился, и ребенок. Я осталась одна. Ну, так получилось, что квартиру меня обманули. Я осталась без квартиры. Ну, на троллейбусе уже не работала. Работала в офисе. И мой тонорен, шеф, устроил меня сюда. Ну, я не скажу, что весело нам бывает. Бывает и грустно, если мы видим человека больным. Понимаете? Вот такое дело. Помочь мы не можем. Ничего. У нас нет лекарства возможного. И ничего. Только холодной водой набираем, чтобы она была. Она единственный помощник в нашей жизни. В общем, пришла сюда. Здесь хорошо, мне нравится. У нас очень внимательные. Ну, здесь чем мы занимаемся? Отдыхаем. Люблю книжки почитать. Ну, ко мне подружки приходят. У меня подружки армяне. Ну, я инсульт получила два раза. Вот у меня рука, нога не работает. Так бы я дома одна, если была, наверное, давно бы умерла. Я хотела бы работать. Я думала работать. Ну, сейчас все, конечно, не такие. Когда я пришла сюда, вывесила поболее. А сейчас никуда. Это я в школе училась, и всегда нам доставляли руки за спину. Вот здесь стенки стояли. А медики забрали это. И компьютер, и телевизор, и одежонку ее. И я подумала, что они здесь, конечно же, вот не так, как мы вот работая, могли бы иметь какие-то деньги свольные. Ну, вот я вам так скажу, что мы люди здесь живем. Приходит санитарка, которая требует деньги с меня. Забрала у меня деньги. 38 тысяч, да. За то, что меняют белье. Здесь, ну, постельное. Постельное белье. Под одеяльник, простыни, наволочка. Джулия. Это она взяла у меня деньги. Я не знала, на какие возможности ей надо деньги. Но она иногда убирала в комнате. И комната не у нас, в соседей убирала. Я видела ее. Библиотека у нас есть. Берем книги. Журнал у нас хороший есть. Я иногда иду туда, в шахматы играю. Шашки, да. Вот. Сидим, разговариваем, смеемся. Дома тоже кофе пьем. Вы знаете, мы литературу здесь не имеем такую. На русском языке только вот библия. Но она слишком мелко пишется. И мы не можем. Я, например, не могу. Голаза болят. Очень. Если читала, немного. Сейчас и читаю ее. Очень. Голаза по какие-то точки у меня. Всюду. Я немножко и по-армянски шпрыхаю. Так что, если меня что-то спросят, я могу так ответить по-армянски. Но забываю. Утянка знаю, саватанам знаю, джана знаю. Ну, такие слова, которые надо сказать, культурные. Ну, и могу и не культурные сказать. Смотрю. О, не, я общий язык быстро нашла. И люблю Армению. Это мой дом родной. Умирать здесь собираюсь. Мне предлагали, что домой поехать. Ну, куда поеду? У меня там никого нету. Мне люди нравятся. Уважительные люди. Сочувствуют. Понимающие такие. И гостеприимные. Я вот это, ну, с первых дней. Мне как-то наши не такие. А меня они любят за то, что говорят, а ты у нас инопланетянка. Мы тебя, русскукуруз, любим. На этом еще дождь, а чару-пинад, каплет, салат. Салат какой? Ага. Брошь хочешь? Нет. Каплет? А чару-пинад на двоих и каплет. Нужно положить сюда. На двоих. Хлеб. Гливуарь. Серый, да? Телемант на хаш. Серый, нет серый. На розы. На рога. А розы. Хватит. Хватит. Я прием, я прием. Да, я хоряю. Так только сказала, чтобы немножко бы человек был, как если бы, ну, как мы бываем добро. Имели бы платье хотя бы одно. на себе быть. А то на мне барюки одеть. Вот. И когда нам что-то туда и виляет, забирается нас. Говорят, что здесь стартон, но я так подумала, мы живые люди. Хотя бы одно платье, одну рубашку. Вот такое дело. Я подумала, что одно платье бы не мешало. Спать в нем было бы удобнее. А у детей, которые... потому что в брюках я устала. Больные, когда видят кое-что, те приносят и нам отдают. И одеяла розовые там, все. Пуховенькое, все розовое. И занавески у нас, все розовые. Это как-то выглядит радостно. А то темный цвет и так-то уже наша жизнь к концу подходит. А это как-то уютно, красиво, радостно, как будто солнышко. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом груди и жаждой мести поникнув гордой головой. Не винишься душа поэта, позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь желание пустых похвал, ненужный хор, и жалкий лепет оправдания, судьбы свершился приговор. Не вы ли вперва так злобно знали его свободный, смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не смог, угас, как светоч, дивный тень, увял торжественное пино. Его, увидится, хладнокловно, нанес удар, спасенья нет, пустое сердце бьется, ровно в руке ледров, пистолет. Вот я забыла дальше в лошке. Молодец. Молодец.